Дорогие болельщики Локомотива Краснодар за последние годы доказал, что является одной из сильнейших академий в стране Поэтому футбол сегодня будет интересный Все готово к тому, чтобы матч стартовал и матч стартует А вот тут хорошая передача голкиперы Удалось набрать скорость по левому флангу, смещение в центр И с мячом Сергеев удар перекладил, добивание мимо Ничего себе, как Сергеев шел, шел и пробил в итоге в перекладину Рыбчинский на правом фланге Обыгрывает соперника в штрафной прострел Голлани надо бить Удар, но нет Не получилось и правее, и выше Ты, честно говоря, я кричал, надо бить Но все-таки понимал, что позиция уже, наверное, не та И если бить в створ в ворот, то накрывали Ну что, подача будет или удар? В принципе, левша у мяча, можно и в ближний угол пробить Тем более, что стенка не самая многочисленная А вот сейчас Куликов подходит И уже три человека Это удар, и это сейф Мирослава Лобанцева Неожиданно ожидал я все-таки удара от Уткина В итоге пробил Игнатьев справа И мяч так колевал, очень неприятно Мирослав Лобанцев надежен был в этом эпизоде Не первый сейф уже голкипера Локомотива Надхо, прочитал, перехватил И нужно отдать Отдал Амир, да голами мяч не дошел Ну что же, вот уже атака четвертая-пятая У Локомотива захлебывается в первой же передаче И атака Краснодара Сергеев, а положение вне игры Зафиксировано И Никита Сергеев все равно Мирослава Лобанцева не переиграл Какой раз уже сегодня Мирослав надежен Вперед, Надхо, и есть зона Беги, Амир, беги На леном фланге Тугарев Правее старается открыться Рубцов получает классную передачу Би, Илья, удар, перекладина Какой момент сейчас был Отмечаем мы Амира Надхо Отмечаем Илью Рубцова Очень обидно Как только появилась зона у Амира Сразу же он сумел найти партнера В передаче, после которой только Битя остается Тугарев Оставляет Галанину В штрафной Ваня Передача Удар Илья Рубцов забивает классный мяч. Очень красивая атака Локомотива. Перевели мяч на левый фланг. Тугарев против двух оппонентов. Подождал Голанин, оставил ему пяткой. Голанин вошел в штрафную, навесил на Рубцова. И тот пробил в дальний угол под перекладину. Очень качественный атака от Игнатьев. Игнатьев, ну и все-таки Самохвалов спасает обстановку. Голанин теряет мяч, к сожалению, на поступах нашей же штрафной. Будет удар, рикошет и гол! Александр Сергеев делает счет 1-1. Вот так вот рикошет, безусловно, здесь помешал, смутил Лобанцева. Но много сегодня били футболисты Краснодара. Много бьешь, рано или поздно забьешь. Подача и удар и гол! Иван Лапшов, 42-й номер. А вот это уже гол в раздевалку, который позволяет Локомотиву вновь выйти вперед. Вот это я понимаю, ребята отыгрались. Какая подача на дальнюю штангу. Мяч идеальным образом перелетел Сафонова. И в итоге дальний угол открытый абсолютно. И Лапшов мастерски выиграл единоборство. Он там тоже был не один. И в ближний угол пробил. Дорогие болельщики Локомотива, возвращаемся мы на матч молодежного первенства. Локомотив Краснодар. По итогам первого тайма счет 2-1. Железнодорожники впереди. Так или иначе Тугарев очень быстро. Тугарев по своему флангу сегодня многое сделал. Рыбчинский справа, как мне кажется, не так активен. А тут Тугарев. Удар! Какой сейф! Вот это выстрел был сейчас. И Матвей Сафонов из-за перекладины мяч вытащил. Куражов. Вперед! Какое открывание! Это опасно! Лобанцев! Молодец, Мирослав! Нет! Пенальти! Интересный эпизод, честно говоря, для последующих разбирательств. Желтую карточку получает Лобанцев. Выдающаяся возможность для Краснодара счет сравнять. Удар Уткина. Гол! 2-2! 47 номер. Даниил Уткин забил. Игрок центра поля. Высокорослый центральный полузащитник. Сравнивает счет в матче. Хорошо! Рыбчинский. Оставляет мяч Лысову. Прострел Тугарев! Ну как так? Рома! Упустил мяч Рома. Действительно обработал его не лучшим образом. И в итоге не сумел пробить. А ведь он был один-одинешенек. Буквально в пяти метрах от ворот. Рыбчинского здесь убирают. Уткин он уже забивал. Забивал спина. Это классная передача. Ой-ой-ой-ой-ой! Лобанцев! Удар! И за ворот буквально выносит мяч Иван Лапшов. В какой момент? Вначале Мирослав Лобанцев помешал. Но на подборе был Краснодар. И хорошо, что потом защитник сориентировался и с линии мяч вынес. Быстро мяч ходит. Так и должен мяч ходить. Тугарев и Паярков забегает. Тугарев это используется. Смещается в центр. Передача Натхо. Может быть сейчас пробьет Амир? Тугарев! Удар! И сейв! Какой сейв Матвея Сафонова. И какой удар Романа Тугарева. Замена в подставе московского локомотива. Натхо. Хорошая передача вперед. Лысов удар. И сейв! Достает Матвей Сафонов. А какая передача от Натхо была. И удар в ближний угол от Лысова. Тоже очень качественный. Но в очередной раз Сафонов спас свою команду. Натхо старается тем временем особо с мячом не соприкасаться. В игровые эпизоды не лезть. Позицию держит старательно. Не открывает зону здесь. Чтобы локомотив пока Натхо не заменит. В меньшинстве не действовал. Но тем не менее. Все равно минус один игрок пока. А тут хороший заброс вперед. И бежит на ворота. 85-й номер. Удар. Лобанцев забирает этот мяч. Хорош Мирослав. Ну и объективно говоря не самый сильный удар со стороны Игнатьева. 88-я минута матча. Счет 2-2. По-прежнему дважды. Московский локомотив выходил вперед. У Селими Рубцова и Лапшова дважды Краснодар отыгрывался. Уйма моментов у одной команды. У другой больше. Наверное все-таки у локомотива. И стандартных положений в том числе. Но как опасно было сейчас. Лобанцев очередной сумасшедший сейв. И ведь добивать здесь мог нападающий Краснодар. Защитники локомотива сумели разрядить. Хорош Лобанцев. Хорош. Удар Краснодара. Удар и гол. Ну надо же. В самой концовке. В дополнительное время дважды Краснодар отыгрывался по ходу сегодняшнего матча. Сколько моментов локомотив упустил. Хорош был голкипер Краснодара Сафонов. Очень хорош был и Мирослав Лобанцев. Поярков, Тугарев, Куликов, Вульфов, Дорофеев, Тугарев штрафной. Оказывается на газоне. Пенальти! Вот сейчас пенальти. Вот так вот. Наконец зарабатывает Тугарев 11-метровый удар. Ну сколько Тугарев сегодня оказывался на газоне. Чуть ли не весь матч. И причем не просто так. Ну что же, готовится Роман Тугарев исполнить 11-метровый. Очень важно. 11-метровый удар и гол! 3-3! Сравнивает счет московский локомотив. Также в дополнительное время и тут же звучит свисток арбитра. Окончен матч, окончен бой. 3-3 сумасшедший поединок. Борьба до последних секунд. И сегодня, кстати, будет и матч основных команд. Будем надеяться, что это будет так же интересно, так же увлекательно. Ну что же, а с вами был комментатор Кирилл Брейда. И до новых встреч, друзья! Субтитры подогнал «Симон»!